Не пройти, не проехать. Подход к зданию, где располагается региональное отделение Всероссийского общества инвалидов, засыпают снегом. После очередной уборки тротуара напротив здания спецтехника оставила высокий снежный бордюр, преодолеть который людям с ограниченными возможностями здоровья нереально. Тем продолжит моя коллега Ирина Никешина. Эту проблему мы создали не сами, это нам создают каждый день. По этой дороге идет трактор и всегда снег ссыпают нам. Мы уже лопатами здесь просто не справляемся. На сегодняшний день здесь не могут зайти инвалиды в наше здание. Уже о колясочниках и говорить не стоит. И опорники, и ампутанты, они никто сюда не могут зайти. Еще одно препятствие на пути к доступной среде – огромный снежный сугроб при въезде на парковку. Посмотрите, что с нашей стоянкой делается. Спецтранспорт сюда не подъезжает уже. Невозможно. Что делать? Мне сегодня пришлось звонить приемную губернатора. Но это же не губернатора дело решать такие вопросы. Пожалуйста, уважаемые руководители городской администрации, чистого города, ДРСУ, помогите нам решить вот эту проблему. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, председатель регионального отделения обратилась в нашу съемочную группу и в Общероссийский народный фронт. Мы, молодежка ОНФ, организовали уборку входной группы. И, по сути, ребята молодцы. Сразу отреагировали. Пришли, убрали. Сегодня мы сделаем обращение по линии в городскую администрацию и, наверное, в окружную администрацию обязательно обратимся, чтобы на это обратили внимание окружные власти. Меньше часа потребовалось ребятам из молодежки ОНФ, чтобы расчистить подход к зданию. В региональном отделении Всероссийского общества инвалидов надеются, что впредь эта проблема не повторится. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Телеканал Север.